Бюджет Ненецкого округа за первый квартал текущего года исполнен почти на 105%. В прошлом году исполнение за аналогичный период было чуть выше – 116%. Отчет об исполнении окружного бюджета за первый квартал 2016 года на очередном заседании администрации региона озвучила заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Елена Карельская. Основными источниками наполнения казны Ненецкого округа являются налоги. В первом квартале этого года налоговые поступления составили более 2 миллиардов. Львиная доля – налог на имущество. Он составил 1 миллиард 421 миллион рублей. Ожидаемые доходы от нефти по соглашению о разделе продукции по проекту «Харьягинское мерсторождение» остались по нулям. На безвозмездной основе регион получил 132 миллиона, 88 из которых – из федерального бюджета. В первом квартале 2016 года распоряжением Департамента в соответствии с бюджетным кодексом изменены годовые параметры окружного бюджета по доходам и расходам на суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств средств федерального бюджета. Сумма составила 61 миллион 314 тысяч рублей. На что поступили дополнительные лимиты? Это выплата региональных доплат к пенсии – 38 миллионов, обеспечение лекарственными препаратами – 22 миллиона и выплаты донорам – 37 тысяч рублей. В целом расходы региональной казны в первом квартале составили более 3 миллиардов рублей или 95% к квартальному плану. В суммовом выражении объем расходов по сравнению с 2015 годом за аналогичный период не увеличился. Но надо отметить, что благодаря тому, что проведена работа по оптимизации кассового плана, план расходов за первый квартал относительно 2015 года составлен реально. Поэтому процент исполнения значительно выше. Если сейчас у нас исполнение 95%, то в прошлом году за аналогичный период было 80% исполнения. Говоря о расходной части бюджета, стоит отметить, что средства были направлены на субсидию бюджетным учреждениям для исполнения госзадания, на субсидии юридическим лицам, соцвыплаты и межбюджетные трансферты. Инвестиции были направлены и в госсобственность региона. 21 миллион пошел на строительство 4-го участка дороги до Усинска, 23 миллиона – на 6-ти секционный жилой дом на улице Авиаторов. Длинную долю расходов окружного бюджета в первом квартале составило финансирование госпрограмм. Всего на территории округа реализуется 25. Из них в 2015-м фактически было реализовано 24. Одна программа о дополнительных мероприятиях в сфере занятости, направленных на снижение напряженности на рынке труда НАО, на 2015-й год не реализовывалась, ввиду того, что НАО не вошел в число субъектов Российской Федерации, в отношении территории с напряженной ситуацией на рынке труда, которому на основании распоряжения правительства судей субсидия не предоставлялась. По результатам анализа отчета о реализации государственных программ установлено, что из 24 программ 8 характеризуются высоким уровнем эффективности, 11 – удовлетворительным и 5 – неудовлетворительным по уровню эффективности. Любовь Пермякова, Мария Владимирова, Владимир Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова